А надрь по местному 21.00 вечера. По закону время для продажи алкоголя уже вышло. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками полиции отправляется в рейд, чтобы выявить возможные нарушения реализации спиртного в торговых точках города. Основная цель – предупредить продавцов об ответственности, которые не могут понести, если нарушат установленные правила. На должностное лицо у нас идет на продавца от 5 до 10 тысяч рублей, на должностное лицо идет от 30 до 50, на юридическое – от 200 до 300 тысяч рублей. Если продает алкогольную продукцию в установленное время несовершеннолетнему, на продавца ужесточается административная ответственность, штраф возрастает от 30 до 50 тысяч на должностное лицо, от 50 до 100, и на юридическое – от 100 и выше. В некоторых магазинах было явно заметно, что люди хотят купить спиртное, но, замечая полицейских и телекамеру, впоследствии от такой идеи отказываются. Несмотря на то, что всем уже давно известно о том, в какие часы продается алкоголь в Анадоре, и что несовершеннолетним его вообще продавать нельзя, в каждой торговой точке обязательно должны быть таблички, где это четко прописано. Но надо признать, что большинство магазинов окружной столицы закон не нарушают. Рейд по предупреждению, пресечению и выявлению незаконной реализации алкогольной продукции в неустановленное время проходит далеко не в первый раз. За осень это уже десятое мероприятие. Нарушители есть. В двух случаях алкоголь был продан лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и в десяти – продажа спиртного после восьми вечера. Штрафы в общей сложности составили порядка 150 тысяч рублей. В этот вечер были проверены несколько продуктовых магазинов окружной столицы. Нарушителей выявить не удалось. Но полицейские предупреждают о том, что продажа алкогольной продукции несовершеннолетним и в неустановленное время карается законом и призывают к сознательности всех жителей Чукотки. Евгений Опарин, Ярослав Сертун, Служба информации.